Добрый вечер. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефоны для обратной связи указаны на экране. Звоните или пишите на WhatsApp. Сегодня у нас в студии Артур Гайсевич Мусагалиев, заместитель начальника управления криминальной полиции Департамента полиции Западно-Казахстанской области. И Кайрат Маратович Самигулиев, старший помощник прокурора Западно-Казахстанской области. Здравствуйте. Но впереди у нас 8 марта, наурыз, то есть праздников, акций различных, скидок будет очень много, то есть каких-то сюрпризов и так далее. Вот как не стать жертвой мошенника и не попасть на их уловки? Что посоветуете нашим телезрителям? Добрый вечер. В первую очередь хотелось бы поблагодарить за приглашение, также поздравить вас, наших телезрителей, наших граждан с наступающими праздниками, пожелать им крепкого здоровья. Касательно мошенничества, хотелось бы сказать, что однозначно здесь сказать, что нельзя покупать у него, у него, у того мы не можем. То есть, почему? Потому что мы не знаем, кто сидит по ту сторону, так сказать, монитора, экрана. Здесь, что мы можем посоветовать? Жители области просим здесь онлайн-покупки делать с проверенных сайтов, доверять только тем объявлениям, где уже покупали. И потом все-таки сейчас все мы пользуемся соцсетями, у всех у нас есть группы, родные, близкие, друзья. И, конечно же, с учетом нынешних технологий, с учетом нашего времени, 90% людей уже покупали, поэтому всегда советоваться с нашими близкими, действительно, те уже, где покупали. И все-таки советую не доверять частным объявлениям с подозрительно низкими ценами. То есть перепроверять информацию? Да, потому что мы сейчас не можем сказать, вот, к примеру, он мошенник, либо он, нет, он добросовестный человек, и так далее. Вот иногда об каких-то акциях, распродажах, скидках сообщают по телефону. Вот в этом случае что делать? Ведь это тоже может быть мошенник? Да, как я ранее сказал, мы уже однозначно и точно сказать не можем, потому что у нас были случаи, когда вот и по акциям люди попадались, бывало такое, и, ну и, конечно же, бывало такое, что вот как раз-таки в преддверии праздников все мы, конечно же, хотим поздравить своих близких, и все торопимся, и видим, так сказать, развлекательные, да, вот и цены такие приемлемые вроде бы. Но здесь, как я ранее уже говорил, однозначно здесь нельзя сказать, поэтому еще раз говорю, что делать покупки только у проверенных людей, проверенных сайтов. То есть принимать взвешенные, обдуманные решения, не торопиться, да, и вот не вестись на различные акции, распродажи и так далее. Но тем не менее, вот несмотря на то, что мы и в СМИ постоянно говорим, да, о проблеме мошенничества, и вы со своей стороны выходите, да, на брифинги и другие мероприятия, то есть информируете жителей области, тем не менее, вот тех, кто попадается на уловки мошенников, меньше не становится. Сколько с начала года у нас таких случаев? Вот, хотел также присоединиться, поблагодарить и поздравить также с наступающими праздниками. По вашему вопросу могу сказать то, что на сегодня по итогам двух месяцев зарегистрировано 77 преступлений по фактам интернет-мошенничества. Если сравнить с самовещенным периодом прошлого года, то в этом году зарегистрировано на два факта больше, чем в прошлом году. В настоящее время общий ущерб составляет более 145 миллионов тенге. Это минимальный ущерб 93-94 тысячи тенге и максимальный ущерб, как уже в средствах информации было указано, 100 миллионов. Теперь в части регистрации интернет-мошенничества в основном в настоящее время попадаются пожилые люди. Они очень доверчивые и теперь большинство пострадавших у нас от 50 до более 60 лет есть и пенсионеры. Поэтому мы по этому поводу хотели предупредить население, чтобы мы сейчас тоже везде, где выступаем, говорим, что по ЕГОВ заблокировать, добровольно заблокировать свои счета на получение кредитов. То есть запрет на кредиты поставить? Да, запрет. Это очень помогает. У нас были случаи, когда мошенники звонили, хотели оформить в четырех банках одновременно кредит. Однако в ходе профилактической работы данный гражданин был заблокирован по ЕГОВ и мошенники не смогли оформить кредит. То есть потом выяснилось, что это были мошенники, а не сам гражданин? Да, такой факт имел место и данный человек даже выступил у нас, имеется его выступление. То есть в видеобращении, да, где он говорит о том, что насколько важно предостеречь себя. Ну вот вы сказали, что самый большой ущерб это 100 миллионов, да, где произошел и как этот случай? Данный факт произошел в городе Ахсай. Тоже, как я говорю, по статистике взрослые люди становятся жертвами мошенников. Тоже взрослый мужчина. Я сам добровольно, не сообща никому из родственников, тем более в полицию, добровольно перечислил находящиеся на счету денежные средства. Некоторые денежные средства даже снял, положил. Кроме того, даже, которые сбережения находились у него дома, он эти же деньги положил по указанию мошенников на счета дроперов. В настоящее время, по данному уголовному делу, ведется досудебное расследование. Вот зачастую люди, которые потеряли такие суммы, они говорят, что действовали как под гипнозом. То есть мошенники, они вот умеют психологически воздействовать на людей? То есть они какую-то подготовку проходят или, я не знаю, учатся этому где-то? Ну вот мошенники действительно в ходе разговора, конечно, атакуют психологически. Это мы, у нас имеются и аудиозаписи, вот, атакуют психологически. И в ходе разговора уже от пострадавшего вытаскивают информацию о его счетах. Далее уже используя его же информацию, которую они получили от пострадавшего, он начинает уже совершать мошеннические действия с его банковскими счетами или текущими счетами, или банковскими счетами. Вы правильно говорите, что действительно они хорошие психологи и находят слова и разговаривают действительно профессионально. У нас были случаи, когда даже пострадавшие приходили и говорили, что мы неоднократно знаем, что есть мошенники, неоднократно даже им бывало, не разговаривали, отключали телефон. Однако иногда, пользуясь каким-то психологическим состоянием пострадавшего, они вытаскивали, разговаривали и тянули разговор, и в это время совершали свои мошеннические действия. Как вот сейчас говорю, 77 фактов зарегистрировано, из них мы проводим анализ, из них почти более 60% вообще знают о мошенничестве. К ним через социальные сети, через телевидение, даже через сотрудников полиции, которые сейчас по домам проходят каждого человека, тем более взрослые населения области проходят каждого человека, они знают. Но, однако, попадаются на уловки. Я вот дополнение тоже хотел сказать. Как вы правильно отметили, действительно, они действуют как будто люди у нас под гипнозом. И вот реальный случай, хотел вам сказать, на протяжении всего этого времени у нас, начиная от прокурора области, заканчивая рядовыми помощниками, проводятся профилактические мероприятия. Я тоже разговаривал с людьми, с населением, и мне одна вот девушка сказала, что ранее она попалась на мошенничество, и второй раз, когда ей позвонили, и начали говорить тот же самый, получается, вели ту же самую беседу. То есть заученный текст. Да, и она говорит, что ко мне родственники подошли, не разговаривая, говорят, положи трубку, хватит уже. А я, говорит, как будто под гипнозом, я начала их отталкивать, нет, 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 и так далее, и так далее. Сейчас это сотрудники банка, они хотят меня защитить, огородить там, и так далее. Но в итоге все-таки опять перевела денежные средства. Действительно, вы правильно отметили, что как будто люди у нас под гипнозом. Еще ранее вот коллега говорил, что насчет ЕГОВ портала. Действительно, это если вот наши жители, наши горожане воспользуются этим, этой государственной услугой, это будет, так сказать, барьером, заслоном от действий мошенников. Поэтому жители, я хотел бы наших горожан тоже сказать, что действительно это очень удобно, ничего сложного там нету, это государственная услуга, это абсолютно бесплатно. То есть можно таким образом себя защитить. Огородить, да, защитить. Вот многие мои знакомые своим пожилым родителям запретили просто отвечать на звонки с неизвестных номеров, тем самым тоже в какой-то степени решили проблему. То есть есть определенные контакты в телефоне, дети, внуки и так далее. Вот на эти звонки только им разрешено отвечать, а остальные просто не брать трубку. Я тоже думаю, это для пожилых людей тоже важно вот таким образом себя огородить от всего этого. Ну вот, учитывая масштабы проблемы, да, вот вы говорите, что все знают, вы даже потерпевшие, да, большинство знают о том, что мошенники есть, что они звонят, что другие вот способы есть, обманы, тем не менее ведутся на этом. И вот, учитывая масштабы этой проблемы, был создан отдел Киберпол, да, подразделение в прошлом году. Вот, вот какова эффективность работы Киберпола? Вот, в прошлом году, в мае месяце, по указанию Министерства внутренних дел, была создана специальная группа, следственно-оперативная группа Киберпол. Это в настоящее время базируется по адресу Айталиева, 10, это в здании управления полицией города Уральска. Почему была создана данная группа? То, что на территории города Уральска уже в настоящее время централизованно расследуются уголовные дела по интернет-мошенничеству. Я почему говорю на территории города Уральска, это как бы, это создано по городу Уральска в настоящее время. Чем улучшилась работа, то, что централизовано, люди приходят в один орган, обращаются. Там в настоящее время работают, например, оперативные сотрудники, криминалисты, следователи. Они в составе группы оперативно устанавливают счета, куда уходят денежные средства. Хотелось бы сказать, что у нас есть тем более взаимодействие с банками второго уровня. Тоже в прошлом году была организована рабочая группа, подписан меморандум между ними. Потом рабочая группа создана между операторами связи. Все данные финансовые организации и операторы связи, как бы совместно отрабатываем мы с ними моменты оперативной блокировки счетов. Но, однако, хотелось бы отметить, что у нас пострадавшие редко, конечно, обращаются по факту. У нас в основном люди приходят спустя несколько дней, там более пяти дней бывает. И иногда даже люди приходят, даже когда банки начинают уже требовать возврат денег. Поэтому, чем быстрее потерпевший обращается в органы внутренних дел, в полицию, тем как бы можно оперативнее установить, куда ушли деньги, и есть возможность еще их заблокировать. Ну, я как говорю, то, что многие обращаются поздно. Я вам скажу то, что в течение 40-50 минут, около часа, данные денежные средства с одного счета на другой счет переводятся. И бывает случай, даже в течение этой сутки деньги уже обмениваются на криптовалюту и выходят за пределы страны. Поэтому, как бы, все зависит от момента обращения. То есть, если человек понял, что мошенники, он сразу должен обратиться. Да, сразу должен обратиться, да. Вот, киберпол создался, я вам говорю, то, что работа в настоящее время централизована, ведется анализ. Кроме того, в настоящее время в эту группу, вот, буквально в феврале месяц мы включили участковых инспекторов полиции, которые целенаправленно в настоящее время занимаются профилактикой. Составили график организации. Мы начали работу уже с больших организаций, где персонал больше 100 человек, и начали с ними работу. Данная группа участковых инспекторов полиции уже целенаправленно ходит по таким организациям и проводит профилактическую работу с видеослайдами, видеопросмотром. Доводит до населения профилактическую работу по интернет-мошенничеству. Мы знаем, что к вам часто обращаются, тоже снимаем вот для своих новостей, передач. Люди знают о том, что есть такая организация Киберпол. Все-таки вот удается ли вернуть средства, потому что к вам идут с надеждой, что кровные свои можно будет когда-нибудь вернуть? У нас сейчас, вот я говорил ранее, люди обращаются поздно. Это самый главный момент, почему мы не можем своевременно заблокировать данные денежные средства. Но, однако, есть моменты. В текущем году уголовные дела пока еще расследуются. Имеется в производстве уголовные дела, где были задержаны дроперы, граждане Российской Федерации, Казахстана, на территории Республики Казахстан, которым сейчас вменяется ущерб потерпевших. Это вот около 30 миллионов. Мы сейчас вот по 30 миллионам направляем в суд уголовные дела. В прошлом году тоже имело место возврат денег. По фактам трудоустройства имело место. Более 2 миллионов мы тоже вернули. Вот только в конце года был приговор. И позорваемый этот вернул ущерб пострадавшим. Казахстан Маратович, у вас есть что добавить по этому вопросу? Здесь хотел бы отметить, что в 2023 году, согласно статданным, именно по интернет-мошенничествам в прошлом году, получается, в ходе досудебного расследования уже возмещено почти 15 миллионов тенге. Плюс ко всему у нас есть не только интернет-мошенничества, но и, так сказать, контактные виды мошенничества. По ним более 135 миллионов тенге в прошлом году возмещено. Что я хотел бы сказать, что работа в данном направлении ведется. Здесь, ну, мы в данном направлении основной акцент делаем сейчас на профилактике, чтобы предупредить, чтобы вообще не допустить, чтобы было начато досудебное расследование и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому хотел бы еще раз сказать, что вот наша работа совместно с полицией и также с вашей помощью тоже мы вот профилактику вот проводим. И если же действительно люди будут слушать, прислушиваться, то такого, надеюсь, мы таких больших ущербов там и вообще возбуждения дел мы не допустим. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из города Уральска. Я хотела бы узнать. Вчера у нас к маме приходили сотрудники в форме, представлялись и спрашивали, что сейчас вот мошенничество, все такое. И что записывали данные. Это правильно или нет? Полностью данные удостоверения брали и записывали. То есть они пришли с целью профилактической работы и в то же время личные данные записали, да? Да, записали, записали. Вот мы тоже маму ругаем, мы говорим, зачем вы даете данные. Я, этот, ну, поводов для беспокойства у вас нету. Почему? Почему? Потому что пожилых людей мы получили списки, поспечно проходим. Почему? Потому что я вам сейчас, как ранее говорил, у нас в основном пострадавшие одни пожилые люди. Они очень доверчивые. Сейчас у них имеются смартфоны у всех. И как бы мошенники сейчас в основном используют это против, как бы, них. В связи с чем мы сами попросили наших сотрудников отработать пофамильно каждого человека. Поэтому они для сверки по списку, наверное, получают данные людей. Но данные списки, а, данные об этом человеке, который вот по домам, которые обходят, никуда не будут уходить. Это для нас, для статистики нам нужно, чтобы мы знали, кто отработан по профилактике, а кто нет. Ну, опять же, вот были случаи, когда сотрудниками полиции представлялись мошенники, сотрудниками юстиции, других органов. Вот ваши сотрудники, когда приходят, вот порядок действий, что они должны показать, чтобы человек удостоверился, что это действительно сотрудник полиции? Основном к ним приходят участковые инспекторы полиции. То есть участковые они должны, в принципе, знать? Да, они знают, в основном, потому что мы поспященно по участковым пунктам полиции раздаем по месту жительства. Там другой человек как бы не будет приходить. Во-первых, когда сотрудник полиции приходит, он показывает служебное удостоверение. Любой гражданин может записать данные и в случае каких-либо моментов может это проверить. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Сдавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. По поводу района Байкерек я... Да, да, слушаем. Район Байкерек, в том году на меня оформили кредит. Мошенники. Да, продолжайте. Ага, оформили кредит. Я подала в государственные органы, написала в район Байкерек. Каждый раз спрашиваю, скоро уже оплату ставят. Но если этих я деньги не брала, я могу вот эти выше, дальше. Что мне делать идти? Если я этих денег не получала, вообще на руки не видела. А какого это числа было? Это было в ноябре у меня было, 10 октября. Прошлого года, да? Да, в 23-м году. Я в государственный орган написала в район Байкерек, в РОВД. Так, что делать? Ну, первоначально, вообще, согласно нашего меморандума по договоренности, банки после возбуждения уголовного дела в течение двух месяцев, пока идет на судебное расследование, они приостанавливают выплату кредитов. Далее, у нас есть меморандум совместно с агентством по развитию регулированного финансового рынка, банками второго уровня, куда мы, в соответствии с требованиями уголовного процессуального кодекса, направляем представление. Далее, на основании этого представления, банки еще на шесть месяцев приостанавливают оплату кредитов. В это время, пока будет проводиться досудебное расследование, кредиты будут приостанавливаться. Видимо, уже полгода, наверное, прошло, да? Нет, с ноября не прошло еще полгода. Поэтому в настоящее время у них есть возможность. Кроме того, я хотел сообщить, что сейчас в настоящее время есть практика в Гражданском процессуальном кодексе. По Гражданскому процессуальном кодексу есть практика у нас, где потерпевшие подают в суд в гражданском порядке, в соответствии с термином 953 статьи, подают в суд в отношении дроперов. Это дроперы, это те лица, которым поступают денежные средства путем мошеннических действий, подают на них суд и взыскивают с них ту сумму, которая к ним поступила. У данной гражданки есть возможность сейчас подойти в полицию, взять анкетные данные этих дроперов и подать на них в гражданском порядке в суд. Опять же, если они были установлены, да, дроперы? Да, они в любом случае были установлены, тем более с ноября месяца прошло приличное время, да, в любом случае они установлены, поэтому они могут подать в суд в гражданском порядке и взыскать у этих дроперов ущерб, который им был возмещен. Ну вот у нас есть обращение от телезрителя, у меня такой вопрос, так, на государственном языке, мой номер телефона дали банку Центр Кредит, мой коллега, с которым мы с ним вместе работаем, как бы и меня не предупредил. Теперь, говорит, банковские работники, они дают мне ни работать, ни отдыхать, постоянно звонят. Я несколько раз предупреждала, что кредит брал мой коллега, но тем не менее звонки не прекращаются. Что я могу сделать? Вот они звонят мне с разных номеров, кстати, проблема, наверное, всех, да? Здесь как-то в законном порядке можно решить? Здесь, наверное, не мошенничество уже получается, да? Нет, нет, это гражданское поведение. Это у нас были обращения такие тоже, люди обращаются, вот родственники получают кредит, потом они как в качестве гаранта указывают своих родственников, ну, бывает дальних родственников, бывает близких родственников, далее, когда этот кредитополучатель не оплачивает по кредиту, начинаются уже звонки из банков непосредственно к кредитополучателю, а также к его гарантам. Поэтому в данном случае, как бы, именно этому человеку надо обратиться в банк, написать заявление, у нас были случаи, написать заявление и снять свой телефон от данного, у них там база, по базе они звонят, вот кто написан, а они могут, человек может подойти, написать заявление, его снимают оттуда, и все, больше звонить ему не будут. Вот у нас... Понятно, то есть это в банке можно решить вопрос? Да, да, в банке. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Можно задать вопрос? Да, 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 задавайте. Добрый вечер, извините. Наступающим праздником вас. У меня такой вопрос. Я пенсионерка, да, после больницы седьмой месяц не хожу. И у меня по телефону номер попался мошенникам. Они мне в прошлый раз деньги прислали. Потом я звонила ДВД, кто занимается этим делом, они сказали, ничего страшного, деньги назад не отправляйте, все такое. Теперь мне покоя нет, получается, они в день несколько раз на первую страничку телефона постоянно похабные пишут, пишут, мне мешают, во-первых. Во-вторых, недавно, два дня тому назад по фейсбуку мне присылали, сказали, что ваша карточка банковская арестована, мы будем вам помогать открывать. 20 тысяч вышлите, теперь ладно, я удаляла, но буквально через день, вот это за два дня получился, через день они мне взломали фейсбук. Теперь я фейсбук сегодня, сестренка пришла, попросила, я отключила. Теперь это самое, они от меня не отстают, но дело в том, что они выходят из Уральска. Хорошо, ваш вопрос понятен, сейчас наши спикеры ответят. Вы оставьте, пожалуйста, свой телефон у наших сотрудников, свой номер телефона. Что можно сделать? Да, просто надо узнать, через какой банк получил деньги. Бывают случаи, когда действительно мы все люди, там при перечислении денег, один номер может быть неправильный, или абонентский номер неправильный, поступает другим лицам. То есть, возможно, это не мошенники, а просто кто-то ошибся номером. Да, кто-то ошибся номером. Но вот там последствия, видите, звонят и говорят. Да, это, конечно, то, что фейсбук взломали, но это может быть... Разные люди, да? Да, разные люди, или может быть... Ну, это надо детально разбираться, но я, насколько знаю, например, напрямую возвращать деньги и средства, это небезопасно. Поэтому, наверное, сотрудники полиции так и объяснили, что напрямую этому человеку возвращать нельзя. Есть у нас в некоторых банках такая функция, когда оператору звонишь и говоришь, ко мне поступили ошибочные деньги. Они отправляют ссылку, по этой ссылке мы возвращаем деньги. У меня лично такое же было, но небольшая сумма. Мы возвращаем деньги, и все, эти деньги поступают тому человеку, от кого она ушла. И как бы здесь юридически уже никакой ответственности нет. Но когда он, конечно, отправляет по первому попавшему человеку, завтра может быть какие-то юридические последствия. И даже когда вам поступают какие-то средства, тоже нужно быть осторожным, да, то есть это тоже могут быть мошенники. Возвращать тому человеку, от кого поступило. Большое спасибо за то, что приняли участие в нашем эфире. Судя по звонкам, тема очень актуальная, и вот жителям хочется услышать разъяснение по многим вопросам. Уважаемые телезрители, впереди череда праздничных событий и приятных моментов. Поэтому будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников. Это была передача «Время вашего вопроса». Берегите себя и своих близких.